Дорогие мои друзья! Вчера я посмотрел в социальных сетях Ко мне обратились мои любимые жители Херсонской области Города Олешек, Александры, Дмитров С которыми я вместе учился в одном детском доме Хочу вам сказать Я уверен, что я скоро вернусь И мы начнем вместе восстанавливать то Что было порушено несправедливым сегодняшним руководством Или вчерашним руководством Украины Как Петр Порошенко и его банды Вот здесь в сердце я уверен, что у меня получится И вы ко мне, херсонцы мои, подключитесь Чтоб мы начали восстанавливать Херсон Восстанавливать те памятники Настоящих героев, которые прорушили Восстанавливать социальный быт Жизнь Херсонской области Тавриды нашей любимой Чтоб жизнь наконец-то у нас наладилась Хочу всем передать искренний привет Спасибо большое, что вы меня помните Уважаете, цените И пишите мне в личку Такие приятные слова Без вашей поддержки Я не смогу жить Я верю в справедливость Я верю в то, что я скоро вернусь Я вас всех, как говорится, обниму Поэтому всем привет, счастья, удачи И держитесь Знаю, что вам сегодня трудно Я вас всех люблю Спасибо вам большое Добрый день, дорогие мои люди Мы продолжаем прямые трансляции Из нашего, как уже говорили неоднократно Сумасшедшего дома Сегодня у нас есть уникальнейшая возможность Пообщаться с людьми-инвалидами Которые не просто на бумаге инвалиды Которые реально, в принципе, люди Которые обделены теми возможностями Которыми сегодня владеют нормальные люди Но не ценят своих возможностей Сегодня мы, опять же, находимся в общежитии Которые построил инвалид Всем известный инвалид в Украине Алексей Журавка Который, в принципе, создал условия Рабочие места И с отходом, или, скажем, отъездом Алексея Как изменилась жизнь Но для начала давайте вспомним Вот эти вот годы в детдоме Для инвалидов У нас уникальная возможность Пообщаться с Алексеем Одноклассниками, скажем правильно С теми, с кем он вырос Расскажите, пожалуйста Как у вас складывалась жизнь Как вы, в принципе, при всем этом Видели, что происходило И что произошло дальше Представьтесь, пожалуйста Я Дмитро Александр Николаевич Учился с Лешей в детском доме Здесь, в Серепинске Ну, потом наши пути разбежались Я трошки старше был Выехал к себе на родину На Кировоград Женился Тоже Ну, короче Ну, ладно Скажите, вы в детдоме Скажите, пожалуйста Вас учили выживать вообще? Потому что Алексей рассказывал Что было достаточно суровое детство В котором вы-то, собственно, понимали Что вы инвалид Ведь у вас сейчас состояние Вот мы смотрим фактически У Алексея вообще там И рук нет, и ног нет И как сегодня так получилось Что у вас получилось Все-таки с Алексеем? Ну, выживали, конечно Учили Скажите, пожалуйста Вы работали... Алексей не забыл никого Он когда ушел из училища Он стал народным депутатом Вернулся Вот эти вот Где вы работали вообще Совсем недавно еще? Ну, когда Алексей ушел в депутаты Я жил в деревне с женой Мы там занимались Со своим хозяйством Так сказать Выживали в 90-е годы Он нашел нас То есть сам позвонил Нашел? Сам позвонил, нашел Пригласил сюда В Серюпинск В Серюпинск, да Здесь было развалено Здесь общежитие было Такое Буряны выше крыши Ну, он как бы Пригласил и показал Говорит Если я здесь отремонтирую все Хлебзавод здесь рядом За углом Он построил Довел до ума И как бы Продолжил работу Здесь рядом Ну, мы несколько раз Приезжали В процессе Когда делалась реконструкция Вот это все строительство Ну, как бы Нам понравилось Здесь как бы Было 8 квартир Переделали на 6 Специально для колясок Чтобы больше двери было Больше То есть создал все условия Для вас, правильно? Да, создал все условия Ну, и работу Тоже предложил на хлебзаводе Я упаковщиком работал Ну, пока он здесь был Пока работа была Пока все двигалось Шевелилось После того, как он Был вынужден уехать? Был вынужден, да, уехать Ну, все развалилось Ну, все развалилось Вы сами видели Наверное, по объектах Ездили, что Таких, как мы Нигде не берут Никому не надо Вы остались практически без работы Сейчас без работы Ждете Алексея Чтобы вернулся И, наконец-то, опять вас спас Была проблема Допустим, там Со здоровьем Обратились к нему Без проблем И на Киев Помогал Там По институтах Ездили Так сказать Не отказывал Ни в чем Ни в материальном Ни так Помощи Ну, а здесь У всех была проблема Трошки было Трудно зимой Попросили субсидию Наши местные власти Отказались Сказали, что Не положено Ну, как-то так С Алексеем Было, конечно Трошки И веселее Хотели бы, чтобы он вернулся И все-таки Об инвалидах Позаботился Как и тогда Конечно, хотели бы Можете обратиться к нему Он вас увидит обязательно Привет, Леха Вспоминайте то время Как хорошее время Доброе Да, тогда было А каким он был В детдоме Шалоплы Ну, каким Как и все Малыши Хулиганил Трошки Наверное Так, как и все Мы в молодости А скажите Слышали ли вы Еще как Вот Типа Как и в Сирюпинске Так была Действительно Организована Помощь инвалидам Через ООО Сети Там Сети Электрики Были Ну, все, что было Здесь в Сирюпинске Где-нибудь еще В каком-то городе Было что-то подобное Нет, таких не было И мы вот жили Тоже в Арбузинском районе Это тоже Там Простые люди К нему обращались Через нас Он тоже помогал Там На лечении И так Материально А как вам сейчас В принципе Тяжело получается Или тяжелее С каждым годом Все это чувствуется Правильно? Тяжело, конечно Потому что Уже как бы Не 16 Трошки Уже большенько Со здоровьем тяжело И Наших местных Властей Помощи Как бы Не допроситься Сколько пенсий у вас? Две с кусочком Жена у вас тоже Инвалид Инвалид первой группы Инвалид первой группы То есть вы Работы не имеете Курочку держите Хозяйство какое-то есть у вас? Ну вот Малинку выращиваем Там ягоды Наш садочек Хорошо Спасибо большое Не будем вас больше мучить Я думаю Все будет нормально Алексей вернется И все-таки позаботится О вас обратно Добренько Спасибо До свидания Так Пойдемте Вы нам покажете Своё жилье Сейчас мы еще зайдем Это все В принципе Отремонтировал Непосредственно Алексей Правильно я понимаю? Да То есть раньше Здесь была как Руина такая Вот он взял Смотрите Отепление Вставил пластиковые окна И создал условия Для вас всех Правильно? Пойдемте Покажете нам Свою комнату Как вы живете Спасибо большое Держитесь Я думаю Все будет нормально Мы все нормально Не переживайте Не переживайте Ну вы здесь Сейчас спокойно Вот пандус Вы спокойно Можете передвигаться Да здесь Да Это специально сделано Для колясок Чтобы можно было Так сказать То есть вы спокойно Едете себе Уже привыкли Да И заехать Тоже не составляет Никакой сложности Да Заехать Нормально Спасибо большое Думаю что Леха вернется Все будет нормально Не переживайте Так идем дальше Поехали значит Покажите нам Пожалуйста Свою квартиру Это все двери Все это вот Леша делался Да Так у вас квартира Как в Сталинке Смотрите какая большая Да большая Это считается Общежитие Да Это считается Общежитие То есть мебель Все он сам Дуже здесь Да Мебель То есть вы сюда Заходили Фактически Расскажите сами Сюда Ну мы зашли сюда Здесь все было Мебель Все Заходи и живи Просто То есть создали условия Вы даже наверное Глазам своим не поверили Конечно нет Не поверили Мы Ну То есть Фактически вы Получили в подарок Вот такой вот Интересный Смотрите Действительно Такое жилье А ну пойдем тебе Покажите Вся эта мебель Все это действительно Друзья мои Ну это конечно Конечно Все тут Здравствуйте Здравствуйте Да Конечно Шикарное у вас Общежитие здесь Шикарнейшее Тоже вся мебель Здесь Вы здесь вообще Все было сделано Алексеем Журавкой Да Это мебель Понятненько И кухню покажите Очень интересно Потолки какие высокие А как у вас Отопление здесь Своё Своё Отопление Газ проведен Да 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 А что вообще О нем можете Как о человеке Сказать Что для вас Алексей вообще Сделал в жизни Скажите Очень много Благодаря Этому человеку Я сейчас хожу Он мне Он мне помог сделать операции Очень Очень Дорогостоящие Благодаря ему Я сейчас Передвигаюсь На ногах А вы с ним Учились В одном Или нет Или просто Получается Что потом Стало так Все у вас Инвалидность Да То есть А скажите Многим людям Он помог Объективно Многим Многим Людям он помог Которые Этого Не ценят Не ценят Ну и скажем так Действительно Жилье Очень серьезное Вы действительно Здесь я вижу Ваша улыбка Настоящая Вы счастливы? Очень счастливы Приглашайте Алексея Чтобы он скорее Возвращался Мы вас ждем Да